Нормально тебе? Плыви, 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 плыви. Ай, молочинка. И вы всегда можете ее, по крайней мере, заманить. Нет, нет, только не через грязь. Миша. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я Мэджик Индеец, потому что видите, какое у меня большое, длинное, огромное перо. Я нашла и засунула его в себе в голову. Ну, да, я же Мэджик. И сегодня я со своими четырьмя пёселями. Где они? Мишка. Юми и Софи где-то вот там вот ходят. И Васик. Идем сегодня на речку, так как это наше первое, самое первое лето в Мэджик Хаусе. И я обещала снимать вам вот такие вот эпичные влоги, именно на вот эту вот экшн-камеру. Мы ходили на озеро, где Мишанька нырнула в воду, я ее вытаскивала. А в этот раз мы идем на самую настоящую, ой, простите, Юми, пи-пи, речку купаться, потому что в прошлый раз мы не купались. Я не успела заснять этот момент, подожди, Юми, чего не подходи. Короче, там, вот там вот, вот там вот были коровьи какашки, и Юми хотела в них поваляться. И даже чуть-чуть начала, но я успела ее остановить. Подписывайся скорее на наш канал, чтобы не пропускать наши самые эпичные приключения, новые ролики, и ставьте лайк, если... Ой, ой, посмотрите, посмотрите, что она делает, посмотрите, посмотрите, Юми, что ты делаешь? Юми, Юми, фу, фу, Юми, чу, фу, о, жесть! Зачем? Зачем ты это делаешь? Да уж, очень классный момент, чтобы попросить лайк на видео, когда твоя собака валяется в коровьих какашках, и она продолжает это делать! Ты-ты-ты-ты-ты, ты что вообще? Да, ставьте лайк, если хотите больше эпичных видео из нашей жизни. И, конечно же, пишите свои комментарии, потому что я их читаю, они появляются тут, и я их на них сердечки ставлю. У меня есть для вас очень важная новость! Наконец-то вы к нам прибежали, а то мы с Мишей тут вдвоем идем в самом конце. Я очень надеюсь, что вы не забыли, вы, те самые мэджики, чей медальон висит у меня на шее, связывающий нас, наша вселенная, что мы встречаемся с вами на мэджик-встрече, на фестивале под названием «Четыре лапы» 9 июня в Сокольниках! Уху! Я буду... Нет, не с Софишей, кстати, про Софишу я чуть позже кое-что вам важное расскажу. Не с Эйвоном, Мишаня. Что? Что, Юми? Что ты там хочешь? А вот с этим вот маленьким, вредным, вонючим, сейчас вонючим, вонюченьким покемоном Юмичу, которая извалялась вся, и у нее даже бандана грязная. Придется Юмичу помыть до фестиваля, осталось всего несколько дней до 9 июня. Обязательно приходите! Мы с вами будем обниматься, фоткаться, буду раздавать автографы, короче, общаться, как обычно это бывает о наших мэджик-встречах, будет очень круто! Мы взорвем! Будет огонь! И вообще сам фестиваль «Четыре лапы» крутой! Я уже говорила в наших инстаграмах, в сторисах, я уже, вот Мишанька кушает травку, рассказывала это в некоторых видео на канале. Кстати, вы можете туда прийти с питомцем, там будет очень крутой квест, в котором вы можете выиграть поездку в Париж. Чего там только не будет! Развлечение для всех, кто придет, для питомцев, для детей, для взрослых. Короче, для всех, конечно же, вкусная еда, шоппинг. Выступать будут Артик и Асти, я думаю, среди вас есть их фанаты. И еще куча других популярных блогеров и известных людей, артистов. В общем, ребята, я вас буду ждать! 9 июня на фестиваль «Четыре лапы» Парк Сокольники. Вход абсолютно бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Я ссылочку на регистрацию оставлю вот там внизу в описании. Обязательно регистрируйтесь! И, наконец-то, мы снова увидимся! Юху! А теперь погнали! О, боже, Эйвен, ты тоже делаешь это? Эйвен! Эйвен! Нет, пожалуйста! Эйвен, ты вообще меня слышишь! Нормально тебе? Ок? А, я в шоке! Давай, Мишка, скорей! Ай, молодец, Мишка! Юми, что, опять начинаешь? Юми! Юми! Юми, как всегда, с Софи спорят, кто из них круче. Кстати, сейчас сделаю новую фоточку в наш инстаграм. Кто еще на него не подписан, подписывайтесь обязательно. И на мой аккаунт Animagic тоже можете подписаться. Ладно. Солнце слепит Мэджик индейцу прямо в глаз. Я вообще ничего не вижу. Я снимала ролик о том, что Софи стала очень плохо слышать. Многие из вас переживают, писали разные предположения, разные вещи, но в итоге уже установлено, что это возрастное. То есть у некоторых собак такое бывает. Она теряет слух и все слышит, все хуже и хуже. Уже практически, если вот сейчас всех позову, она прибежит только потому, что увидит, что все остальные тоже бегут. Все остальные, кроме Миши. То есть это ей помогает, что она видит, что делают другие и может как бы понимать, что от нее требуется. На мою же речь она уже практически не реагирует. На ее состояние здоровья это не влияет. Я пишу, что Софиша не болей. Она здорова, все нормально. Просто... Блин, мы пропустили момент, она только что врезалась. Она просто плохо слышит. И нам нужно пытаться как-то жить дальше вместе, общаться, учиться жестами, а не командами, не речью, не голосом. Будем жить дальше счастливо и эпично, как и живем. Сейчас я переодену свои кроссовки с мэджик-носочками, вот с такими вот черепочками. Водичку такая зашла. Красавица, молодец, Софишка. Покемон там в воде за бабочками охотит. Есть собаки, которые любят воду, особенно крупные породы. Они сами просто тупо забегают там за палкой в воду, сами купаются. А есть собаки, которые не очень любят воду. Маленькие породы, для них любое препятствие, оно более масштабное, чем для большой собаки. И поэтому они так настороженно это делают. Пойдем скорее. Ай, молодцы. Давайте в воду. Бегом, давай все три подруги, заходим в водичку. Петя. Мячик. Да, Софишка, мячик. Мячик. Как же достать мячик? Лови его скорее. Не может поймать. По течению мячик плывает. Смотри, Софиш. Давай, Софи, смотри. Мяч ко мне плывет. Ай, молодец. Молодец, Софи. Поймала мяч в воде. Давай. Давай, давай, давай. Ай, молодец. Софи, стой, стой, стой. Куда ты пошла? Стой. Давай, Софиш. Давай, давай, давай. Давай. Все, уже поплыла потихонечку. Да, поплыла, Софишка. Вот, молодец. Молодец, моя зайка. Давай, Софиш, давай, давай. Ай, молодчинка уже поплыла, молодчинка, красавица. Ай, потеряла, потеряла, да? Потеряла мячик. Сейчас мы попробуем отойти чуть-чуть в другую сторону, чтобы не было такого адского течения там. Она может сейчас не слышать мой голос, но она видит мяч и понимает, что я от нее хочу, потому что она знает, что когда я кидаю мяч, она должна его принести. Плыви, Софиш, давай. Плыви, 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 плыви. Ай, молодчинка. Молодчинка, красавица моя, молодец. Софиша прям заходит в воду и плывет за мячом. Сейчас мы попробуем заманить в воду нашу Мишаньку. Она самая трусишка во всем, ну вы сами понимаете, почему. Давай, молодец. Ай, моя красивая собака умница. Давай еще немножко, еще шажочек. Вот молодец, вот молодец, Мишка, смотри. Пойдем дальше, давай, давай. Ай, молодец, не бойся, не бойся. Вот молодец, Мишка, поплыла, 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 поплыла. Молодец, молодец. Иногда мои друзья, особенно когда я вожусь с Мишаней и прошу ее долго и нужно что-то сделать, вылезти из машины или еще что-нибудь, просто говорят, как у тебя хватает терпения так долго ее упрашивать, так долго ждать, когда она хоть что-то сделает, хотя бы один шаг, чтобы похвалить успеть. Да, это сложно, но это возможно. То есть нужно иметь очень много терпения, ребят, реально, в дрессировке, особенно сложных вот таких вот проблемных собак. Мишка, давай, давай, ты супергерой, ты молодец, ты просто супергерой. Давай, давай, красавица моя, скорее. Давай, молодец, ай, молодец, давай. Давай, Мишань, давай, 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 смотри. Ай, молодец, ай, молодец, ай, молодец, красавица, ай, молодец, умница. Очень важно найти подход к своей собаке. Собаки, как и люди, у них разные характеры, и вот если Миша идет за лакомство, за умоляние, за гладельки, за вот такое вот общение с ней, то Софише, например, приятнее выполнять какую-то работу, например, носить мячик. Те, моя мокрая собака, Мишанька, мокрая собака. И если вдруг вам кажется, что ваша собака боится воды, знайте, что вы можете найти к ней подход. Пробуйте разные варианты, умоляйте, играйте, заманивайте, но главное, делайте это с берега. Даже если она не любит купаться, иди сюда, иди сюда, то она, по крайней мере, может в эту воду заходить и нормально к ней относиться. И вы всегда можете ее, по крайней мере, заманить, если хотите, чтобы она сполоснулась, да, вот как мы сейчас, заманить ее. Воду! Молодец! Похвалить ее, даже если она не особо любит именно вот культыхаться в воде. Похвалить культурного удачного сочетания. Ай, Мишка бегает, Мишка бегает такая. Перетягивание палки. Другая палочка, на тебе другую палочку. Раз, два, три. Неси скорее. Неси палочек. Юми так всегда смешно что-то во рту носит. Это почему-то очень вызывает какое-то умиление. Короче, уже становится прохладно, не сильно холодно, и начинаются адские комары. Кусачьи, ужасные комары. Вы, кстати, замечали, что комары чаще всего появляются вот на полчаса после рассвета и полчаса после заката. Вот у нас так. Нет, нет, только не через грязь. Миша. Вы это видите? Ребята, вы... Вы... Мы сходили на речку, Миша. Мы на речку сходили, чтобы... Вставай, Мишаня, вставай, моя колбаска. Чтобы вы пролезли вот именно здесь. Нельзя было, как я, вот там обойти, нет? Юми вся грязная. Софи, Софи, стой. Дай лапы. Посмотрите на это. Посмотрите. Вы только что были чистые, искупались. Ну, правильно, я же мэджик. Я тоже вот надела чистые шерсты, и теперь они полностью угрязит. Правильно? Когда ты искупался, и у тебя чистая шерстка... Это просто грех не залезть в самое грязное место, которое может быть. И это самое грязное место в одном кусочке всего вот этого вот зеленого пространства. Да, нужно было залезть именно туда. Короче, ребята... Ну да. Мы ждем вас с вот этим вот маленьким чертенком 9 июня. Все очень хотят пойти, но вас всех четырех ребят нереально взять. На фестивале 4 лапы в Сокольниках. Вход бесплатный. Обязательно проходите регистрацию на их сайте, и увидимся. Скоро в новых эпичных влогах из Мэджи Хауса. Первое лето в нашем доме новом. И, конечно же, переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах, потому что они там есть. У-ху!